Продолжаем. Только не КВН, а стартап-шоу. И следующий наш супергерой Юрий Машуров. Давай, Юр. Добрый вечер. Очень приятно, что сегодня такая активная аудитория, поэтому мы начнем, опять же, с небольшого вопроса. Скажите, кто из вас владеет, либо у кого в семье есть автомобиль, можно просто похлопать, либо поднять руку, как больше нравится? Ну, думаю, что большинство. А теперь второй вопрос. А кто из вас реально доволен тем, как его автомобиль и его как клиента обслуживают у официала, который продал вам эту машину? Два. Ну, видимо, две руки не считается. А тогда по-другому поставим вопрос. А кого из вас не очень хороший опыт общения с сервисом, в котором обслуживался ваш автомобиль? Ну, судя по тому, что есть все-таки хлопки и руки поднятые, наверное, все-таки проблема существует. И, собственно говоря, поэтому мы и решили сделать то, что в других отраслях давно сделано, и мы всего лишь идем в новую нишу. По сути, мы создали некий booking.com для вашего автомобиля и для его обслуживания. Очень много букв, не буду вас грузить всякой вот этой информацией. Все очень просто. Проект находится в сфере B2B2C. Очень сложно, но, тем не менее, бизнес для бизнеса, для потребителя. Наши клиенты как конечный потребитель владелец автомобиля, так и официальный дилер, который, собственно говоря, имеет те же проблемы, что и другой любой бизнес в текущей экономической ситуации. Какие, собственно говоря, проблемы? То есть у потребителя проблема одна, ему нужно найти, где его не обманут, где дадут правильную цену, за минимальное время он с этим должен справиться. И по итогу, когда он приедет туда, чтобы его не обманули, все очень просто. А у дилера другая проблема. На текущий момент по Москве порядка всего 55-60% производств дилеров загружено, реально загружено, а остальные 40-45% просто простаивают. Итого дилер генерирует себе убыток, не зарабатывает. Соответственно, появляемся мы. Что мы даем дилеру и, по сути, клиенту? Мы агрегатируем все цены официальных дилеров и потребитель сам выбирает. Мы его никуда не отправляем. Исключительно добрая воля потребителя, куда он хочет, туда он и поедет. Мы даем цены, мы даем объем обслуживания, мы даем всю информацию, которая может вам понадобиться для обслуживания вашего автомобиля и принятия конкретного решения, куда ехать. Конкуренты. Но конкуренты, естественно, есть. Но те конкуренты, которых мы знаем и видим, реально работающие здесь сейчас, не работают по той схеме, которую у себя в проекте реализовали мы. Это либо некие аукционы в электронном виде, где торгуются не всегда официалы, а иногда и просто гаражные сервисы, которые никто не знает и никто никогда не видел. Либо это некая площадка, которая сама выдает итоговое решение, куда вам поехать за ту цену, которая вроде как вас устроила. Но опять же, вы не понимаете, куда вас послали до тех пор, пока вы не переведете этой площадочке денежку. Ну, наверное, вопрос. Я бы не стал. Что мы уже сделали? На текущий момент в проект вложено порядка 4 миллионов рублей. Есть работающие MPV. Это приложение на iOS, на Android и полнофункциональный веб-портал. Соответственно, подключено более 50 партнеров по Москве. Пилотный запуск произведен по бренду Kia. Одна из крупнейших дилерских сетей в городе Москве. Специально брали большую, чтобы все нюансы отработать, так сказать, в полевых условиях. На текущий момент более 3000 скачиваний. Конвертация в регистрацию 35% и конвертация в итоговую заявку 7%. Пилот произведен полностью. Сделаны определенные выводы из этого, скорректированы некие бизнес-процессы. Поэтому сейчас мы готовы двигаться дальше. Что нам для этого нужно и куда мы идем? Если говорить только о Москве, то рынок автосервисных услуг, именно ТО и ремонт только в одной Москве за год составляет всего 13,4 миллиарда рублей. Мелочь, а приятно. Если мы исходим из того, что за 3 года мы займем 30% этого рынка, скромно, то выручка компании составит 200 миллионов рублей в год, что в принципе, наверное, неплохо. Ну и если уж совсем смотреть глобально, то общий рынок по России, это порядка 136 миллиардов рублей в год. Это мы берем топ-12 городов, миллионников, которые, собственно говоря, нам интересны. Что мы ищем? Мы ищем 25 миллионов рублей. Срок окупаемости у нас 23 месяца. Рентабельность продаж 86%. И срок безубыточности 14 месяцев. Основные затраты, которые мы несем в первый период до перехода через операционный ноль, это доработка нашей платформы, это продвижение, ну и, соответственно, административные различные расходы. Команда наша вся состоит из выходцев из автобизнеса. Мы понимаем, что хочет клиент, мы понимаем, чего хотят автодилеры, поэтому мы и предлагаем то решение, которое, по нашему мнению, оптимальное. Мы всегда готовы выслушать обратную связь и все наши контакты здесь. Спасибо. По-моему, отличные проекты, причем совершенно продуманные. А вы есть во фри, кстати? Или в скол? Вы есть во фри? Мы есть во фри. Кстати, они есть во фри. На секундочку. По-моему, отличные проекты. По-моему, отличные проекты. По-моему, отличные проекты. По-моему, отличные проекты.